ну в общем приборы которые используются в традиционной навигации и инструменты в общем такая тема у нас продолжение вернее темы на навигации рассмотрим те инструменты которые мы будем в повседневной жизни использовать начну с конца все обращают внимание в первую очередь вот на вот этот аппарат он всем кажется таким старинным громоздким загадочным и вообще его сразу называют раритетом вроде как он не используется в наше время используется перед вами секстан который называется с н от секстан навигационный оптический от трак тропическое исполнение то есть он защищен от влаги и у него присутствует набор светофильтров на двух зеркалах вот что это за прибор для чего он нужен сразу скажу за забегаю вперед я его демонстрирую сейчас только для того чтобы удовлетворить ваше любопытство вы лично в пределах того курса который проходим bear boat skipper секстан не изучаем но вы же судоводитель вы должны понимать для чего используется этот прибор и хотя бы азы того как им пользоваться в настоящее время этот прибор обязателен то есть он присутствует всегда в двух экземплярах на любом судне которая уходит далеко от береговой линии это обязательный прибор несмотря на то что существует масса других навигационных систем все на электронику переведено но тем не менее вот эта аналоговая вещь до сих пор используется изобрели ее в девятнадцатом веке но по крайней мере так англичане утверждают вроде как на территории англии хотя на самом деле в записях ломоносова который жил на век раньше чем заявлено в патенте на изобретение и в записях ломоносова в записках ломоносова существует этот прибор правда не в таком виде как я его показываю но и англичане его западет запатентовали тоже не в таком виде этот прибор служит для измерения горизонтальных и вертикальных углов и называется секс там не секс там а секс там это обозначает что вот эта часть составляет шестую часть окружности ровно так он и переводится шестая часть окружности секс там измеряют при помощи его горизонтальные углы и вертикальные в свою очередь эту эти углы используются для определения местоположения судна если мы измеряем вертикальные углы мы можем замерить высоту какого-то объекта установленного на берегу например высоту горы или же мы можем замерить угол между линии горизонта и направлением на какое-то светило на какой-то конкретный момент времени и по этим данным получить точные координаты нашего судна если мы выполняем обсервацию определение местоположения судна по видимым ориентиром то есть на берегу присутствуют какие-то ориентиры мыс и маяки ну что-то приметное мы на один ориентир вот два ориентира есть дамы на один ориентир берем пеллинг а направление на второй ориентир берем не пеленг а просто измеряем угол между этими двумя объектами и в результате на карте строим пеленг от этого пеленга откладываем угол который измерили при помощи секстана на второй объект вот как это будет выглядеть и этот и этот объект присутствует на карте в результате при помощи пеленгатора мы берем направление на маяк а второй пилинг на телебашню не берем потому что у нас пеленгатор один и если мы будем брать второй пилинг на эту башню то это получится взять способ определения сведется к тому что у нас будут не одновременные пеленги мы их будем брать в разное время этот взяли раньше этот позже мы же не стоим на месте а движемся в пространстве в результате по двум вот таким пилингом которые взяли в разное время мы не очень точно определим свое местоположение чтобы упростить ситуацию один человек при помощи пеленгатора берет пеленг на маяк одновременно с ним второй человек при помощи секстана измеряет вот этот угол а дальше на карте мы откладываем один пеленг и от пеленга откладываем этот угол на существующий ориентир если бы ориентир располагался вот здесь то угол отложенный от этого объекта то есть вот этот угол он был бы такой такой же но место пересечения пеленга и направление на вот этот ориентир дали бы нам что мы находимся вот в этом месте но если в реальной жизни ориентир находится вот здесь или вот здесь соответственно этот угол будет перемещаться у нас на карте либо вот в эту точку либо в эту точку на карте здесь маяк а здесь башня если она стоит здесь и мы измерили все эти параметры то мы оказались вот здесь это очень точный способ определения местоположения судна и вообще предельная точность которую можно получить при определении местоположения судна путем измерения вертикальных горизонтальных углов соответствует точности измерения варниера и микрометрического винта вот это вот часть называется варниер вот это а вот это микрометрический винт есть модели которые дают точность 6 секунд а есть модели которые дают точность 3 секунды ну вот в данном случае этот прибор может измерять местоположение с точностью до 6 секунд вот то что я вам на карте показывал для вот этой карты вот это одно маленькое при маленькое деление выделенное на одной морской миле соответствует 12 секундам а 6 секунд это половина вот того самого маленького деления вот вам точность определения при помощи вот этого прибора в открытом море этого бывает но предостаточно для того чтобы определить местоположение судна в море ну секста нам закончили я его больше не буду показывать вам вообще почему мы им не будем пользоваться это другой курс это уже астронавигация и более подробный курс судовождения с использованием специальных приборов наш курс он не входит но вы как судоводитель должны примерно представлять себе что это за прибор для чего он нужен и не нужно считать что это раритет это не раритет это современный прибор который присутствует на любом крупном судне ну и вот вы спросите что это такое это зрительная труба она используется для наблюдения за объектами в дневное время а вот это галилеева труба она нам используется для наблюдения за небесными светилами и за береговыми ориентирами в ночное время как видите у них окуляры разные по размеру для того чтобы изменять светосилу в ночное время света должно попадать в трубу больше чем в дневное время но для того чтобы ограничить попадание света в зрительную трубу используют светофильтры если мы определяем координаты с использованием положения луны или солнца невооруженным глазом на такой яркий объект смотреть без защиты нельзя вот в качестве защиты используются светофильтры ну в общем все про этот прибор все на этом заканчиваем светофильтры ну в общем все проще